Из сегодняшнего видео вы узнаете, как распознать подделку кроссовок Nike Blazer. Оригинал я купила за 136 долларов, а подделку за 80. Так в чем же разница? И стоит ли платить больше за оригинал? Итак, перед вами две коробки и в какой-то из них подделка. И пусть оранжевая коробка вас не смущает. Официальный производитель Nike использует не только красный цвет, к которому все так привыкли. Еще могут быть серые коробки, черные и бирюзовые. Оба варианта коробок официальный производитель Nike использует, поэтому на цвете не циклимся, а проверяем наличие информационной наклейки. Она есть на обеих коробках. С информационными наклейками мы не закончили и вернемся к ним после распаковки кроссовок. Упаковочная бумага есть в обеих коробках и это хорошо. Вот как выглядят кроссовки из первой коробки. А вот как со второй. Ну что, угадаете сразу, где оригинал, а где подделка? Пишите догадки в комментариях и обязательно поделитесь, почему так думаете. Конечно же, сразу бросается в глаза разный свушь. Нашавной тканевый и нарисованный. Цвет лого на язычке и декоративные элементы по всему кроссовку. Это просто разные вариации одной и той же модели, а именно винтаж и скетч. По технологии производства и материалам кроссовки идентичны, поэтому такое внешнее отличие в декоре не влияет на достоверность нашего сравнения. Оцениваем внешний вид кроссовок. Обе пары сохраняют форму. Нигде ничего не деформируется и не торчит. Оттенок подошвы отличается. Надеюсь, камера это передаст. В варианте 1 она желтоватая, а в варианте 2 белоснежная. Плюс в варианте 1 есть вот такие вот пупырышки. И в варианте 1 более четкий и крупный рисунок на носке. Качество кожи тактильно отличается. В первом варианте кожа мягкая, во втором жесткая. Визуально вы можете это заметить сбоку шнуровки. Смотрите, она прилегает в первом варианте и жестко стоит во втором. Так что вы можете видеть разрез материала. Тактильно шнурки отличаются. Ворсистый и плоский в первом варианте и более трубчатый и скользкий во втором. Итак, что скрывалось под шнурками? У носка на модели 1 тройная прошивка, на модели 2 одинарная. Ткань язычка напоминает плащевку и в варианте 1 она мягкая, а в варианте 2 очень хрустящая. Если вот так вот отогнуть язычок, то в варианте 2 виден кусок необработанной ткани, которая будет натирать ногу, то есть вызывать дискомфорт. А бренду Nike этого не нужно, потому что вы перемещетесь к конкурентам. Поэтому такая погрешность знаковая. Но на этом не останавливаемся, потому что, как вы часто говорите, что есть идеальные копии один-в-один с оригиналом. Поэтому будем рассматривать кроссовки дальше. Ткань внутренней отделки пятки отличается. Вариации скетч – это сетка. Такой и должна быть. А вариацией винтаж – кожа. Обратите на это внимание, когда будете подбирать себе эту модель. Кто-то любит гладкую кожу, а кто-то любит сетку. Раз мы добрались до информационной наклейки, то давайте сравним с данными на коробке. Вариант 1. Размер, страна, производство, артикул совпадает. Давайте проверим артикул в Google. В ответ получаем изображение наших кроссовок серии винтаж. Видите вот эту строку UPC? Эти цифры должны совпадать с цифрами на штрих-коде. Проверяем. Таки да, все совпадает. Второй вариант кроссовок – скетч. Размер и артикул совпадают, а вот страны производства разные. На коробке указана Индонезия, а на кроссовке – Индия. Вот такая вот мультинациональная компания. Проверяем артикул в Google. Выдает нужную модель. Но тут ничего гениального. Скопировать рабочий артикул может каждый. Другое дело – использовать качественные материалы и следовать всем технологиям производства для того, чтобы обувь служила долго. Еще момент. На этикетке указана модель Low, а на самом деле у нас высокие кроссовки. Будьте внимательны и обращайте внимание на такие вещи. Теперь мы добрались до моего любимого момента – внутренней отделки из стелек. Почему любимого? Все просто, потому что здесь сразу видна разница между оригиналом и подделкой. Стелька со второй коробки больше напоминает кусок картона. Никакой амортизации она вам не даст. А в оригинале стелька достаточной плотности. Теперь, когда достали стельки, давайте проверим качество внутренней отделки. Стежки на месте в обеих парах, при этом в первом варианте их больше. Сравните расстояние между стежками. И вот еще момент, который мне не нравится во второй паре – еще один кусок необработанной ткани. Уже давно понятно, где оригинал, а где подделка, но мы можем сделать еще один чек любопытства ради – проверка ультрафиолета. Итак, в варианте 1 светятся швы, а в варианте 2, смотрите, светится черновая разметка. Кроссовки легкие, несмотря на их серьезный размер, 44 европейский, а если быть точнее, то вот их вес в цифрах. Итак, делаем выводы. Хорошо замаскировавшиеся под оригинал вот эти кроссовки Nike Blazer версии Sketch – подделка, а вот эти винтажные версии – оригинал. Вы можете брать любую версию моделей Nike Blazer и использовать это видео для проверки подлинности, ведь мы прошлись по базовым характеристикам, одинаковым во всех версиях. Чем больше вы поставите лайков, тем меньше будет подделок, а бренды будут конкурировать и улучшать качество кроссовок. Пишите в комментариях, какие кроссовки хотите видеть в следующем сравнении. Также подписывайтесь на мой канал, если хотите разбираться в подделках. Подписывайтесь на мой Instagram, если хотите видеть меня чаще. Я хочу вас видеть, поэтому подписывайтесь. И я желаю вам хорошего настроения, выгодного и удачного шоппинга, и наскоро увидимся. Пока! Контрольно можно сделаем еще. Ну давай. Говорит, а так чисто постебаться. Контрольно сделаем? Ну новое. Давай. Молодец. Хорошо получается. Ладно. Хорошо. Можем. Сейчас. Вот такая вот мультинациональная криво наклеена. Да, да. Говорит, а нет, что так, подводка пусть такая тоже будет.